очень далеко так хотим поговорить про дальний заброс все что я знаю а дальний заброс от а до я для начинающих что нужно знать чтобы максимально далее забросить свою оснастку вот буду рассказывать все постепенно сейчас значит достаем удилище выматываем первый нюанс пока я выматываю сразу обговаривают то что чтобы забросить максимально эффективно и далеко леска наша должна быть смочена то есть первые два-три заброса мы закидываем с не вкладываясь не вгружая леска на моку вытянулась все у нас в порядке катушку проверили вот леска у нас данный момент сырая что можно сделать если у нас леска сухая то есть первый заброс то есть максимально мы его не будем берем просто руку смачиваем в воде вот рука смочены и шпулю вот так вот смачиваем пробку и какие плюсы леска не будет у нас гореть леска будет хорошо слетать через кольца и проходить но все равно удилище нужно прогреть проверить стык обязательно вот значит из нюансов первые в дальнем забросе это будет являться звено катушка с большой шпулей катушка с большом шпуле почему именно с большой то есть объем у нас большой вылетает леска намного легче вот диаметр лески ну спортивные варианты это значит 25 стандартный 22 для дальнобоев вот потому что многие думают почему они не могут кинуть нужно знать значит большая шпуля значит диаметр лески 25 стандартный 22 это дальнобойный дальше привязываться шок лидер шок лидер привязывается также если хотите максимально эффективно далеко забросить использовать нужно самый надежный самый гладкий самый тонкий и прочный это у нас бип уж в данный момент меня 18 вот разрывная нагрузка у него 22 и 9 килограмм очень мощный вот вяжем узел либо встречный либо олбрайт то есть узел тоже дает дальности то есть поняли если использовать обычную плетенку то у вас уже полетит хуже если у вас катушка с маленькой шпуле у вас плетит тоже хуже леску используйте 30 у вас тоже не полетит вот это наверное основные значит также удилище но в принципе без разницы в любым можно удилищем забрасывать просто по тесту подбираете груз у меня жесткое удилище можно использовать 130 грамм груз груза тоже вот такой формы это значит нас пуля хорошая аэродинамика есть горизонты одни летят дальше опять же плюс к забросу что касаясь нижней части здесь у нас обоева если вы будете использовать большие 24 был у вас также снизится дальность максимальном при супер дальних забросах используют обычно 10 размера боевого там кукурузку маленькую все что угодно это еще прибавляет также еще появилась новинка в карпишинке она уже давно но использовать начали очень так вот с с того года это нанофил от беркли 17 диаметра это не леска это не плетенка это между плетенкой и леской а как назвать ее не за но может быть плетенка может быть плетенка такая вот очень тонкая и ее преимущество она настолько гладкая что через кольца проходит даже если ее не смачивать очень и при очень при 17 диаметре дальность у нас увеличивается еще на сколько-то процентов может быть на 10 20 вот это основное то есть маленькая насадка значит шок-лидер определенный то есть если бы даже использовать шок-лидер более толстый за обычного там из обычной плетни то вы теряете теряете в чем потому что у вас узел будет большой между леской основной и плетней он будет стучать и эффективный заброс снижается дальше дальше значит и многие поднимают шпулю говорят что чуть чуть дальше заброс максимально вверх выдвигаем шпулю вот тут наблюдаем так чтобы вот это вот ручка была в этом положении они сюда потому что при селом забросе ручка может провернуться и душка закрыться это тоже при селом забросе нужно знать затягиваем фрикцион здесь у нас предварительно все смочено и техника заброса может быть не идеальная самый главный правая рука у нас идет прямая вообще прямая не сгибается и левая рука тянет груди удилища получаем вот так вот балансируем и отпустить удилище нужно под 45 градусов от этого тоже много зависит выматываем в принципе вот пробраться можно 90 80 метров пробосились три раза удилище у нас прогрелась она бы стала более мягче более податливой леска смочилась все вытянул все в порядке и после этого мы можем делать максимально дальний заброс еще можно использовать жидкости для увеличения дальности уже кто умеет кристом либо какие-нибудь силиконовые да действительно сохраняют они леску не пережигают вот по поводу того что удилище кидает до жестко удилища на дальше кинет но если со временем учесть все вот эти факты то что катушка значит какая катушка у нас обе от вес катушки тоже зависит вот все эти нюансы если даже чеки ну не опытный и возьмет все грамоты сбалансированное удилище он забросить намного дальше просто собрать не то что как многие говорят дальние забросы только тот кто умеет забрасывать нет удилище есть определенные дистанции но образно говоря вот этого там 130 140 метров и практически каждый сможет им кинуть если вы здесь леска настроена катушка каждый сможет им кинуть а вот уже свыше 130 метров это уже опыт это уже техника вот поэтому многие не используют потенциал своего удилища и основная ошибка когда они замахиваются они руку зовут вот так вот складывают рука должна быть прямая вот прямая а это тянет груди не в бок вот так вот потому что груз у нас начинает лететь в бок именно а именно вот так вот начали балансируем чтобы ни вправо ни влево и держим останавливаем на 45 градусов максимально если соблюдать все вот это вот мне знакомые вот когда я показывал самые простые какие-то вот вещи рассказывал связали леску привязали все правильно у них дальность увеличилась прям вот очень не очень сильно обязательно присылал забросов нужно проверять стыке удилища после особенно спотов после трех-четырех забросов проверяйте стык если у вас стык будет не герметичный то удилище вас ломается напополам проверили все в порядке также немаловажно связь многие забрасывают они вот делают маленький короткий связь вот такой вот получается вот такой вот связь если мы делаем связь больше на это подбирается индивидуально то есть вот удилище у нас загружается намного сильнее и заброс происходит дальше проверяем пальцем двигаем что все у нас не захлест ничего нет балансируем и кидаем вот у нас дальность увеличивается резко тоже оторваны скоро наверно закончится ну 130 140 метров этим удилищ можно кинуть это наверно основные какие-то вот моменты почему люди думают вот одни кида и другие не кидают нет это наверное совокупность всего лески катушки диаметра дальше шок лидер какое привязывайте груз монтаж если бы будь вход кормушки дать она летит намного хуже груз использовать будете какой-нибудь не дальнобойный квадратный там это тоже сказывается на дальность и забросы в основном а уже все потом все остальное это человек физика удилище кидает сама зависимости там от бюджета какое но кидает самой если правильно то есть вот соблюдать вот сейчас данный момент мне неправильно стоит лучше вступить вот так провернуть связь я делал максимально большой чтобы загрузить удилище проверяю вот пальцем на палечник обязательно проверяю пальцем вот так если ходит значит на захлестов нет опять встаем правая рука вытянутый вверх максимально левая тоже прямая и вот так вот выравниваем и останавливаю под 45 градусов все что нужно знать до дальнего заброса многие рыболовы даже бюджетным удилищами используя вот все вот эти вот правило наверное забрасывает прилично далеко я не дальнобой но для начинающих эти нюансы рассказать я как могу сам медленно прибавлял дистанцию вот по себе расскажу какие ошибки у меня были значит приобрела себе первую понял что нужно приобрести себе катушку купил китайскую катушку с большой шпулей дальность у меня увеличилась наверное там метров на 20 я начал забрасывать до 80 метров дальше не летит что почему не понимаю после этого я поменял шок-лидер поставил вип уж привязал узел встречный либо а убрать дистанцию увеличился у меня до 90 метров а гору все это наверное предел больше дальше не летит в чем же в чем же проблем чего что дальше оказывается что удилище у меня теста был там 3 лб слабенькая беру я удилище три с половиной лб беру груз больше груз пулю и я уже начинаю забрасывать на 100 метров и опять думаю все наверное передел дальше я не могу забросить 100 метров в чем проблема спустя какое-то время значит к чему я пришел я увеличил немного груз если используя через 120 грамм удилище позволял у меня забрасывать например 125 грамм я начал бросать до 110 метров опять же максимально после чего я научил смачивать шпулю смочу шпулю сделал свист то есть после того как я увеличил свист удилище начало загружаться сильнее я начал добраться и до 130 метров это было очень тяжело для меня 120 ловить мог но 130 меня было тяжело что же был дальше следующим этапом чтобы перейти после того как и уже вот шок лидер я сменил леску я приобрел леску просто другую леску более тонкую 25 это было climex z sport оранжевая и эти 130 метров начали даваться намного проще вот это мой путь забрасываем еще раз проверяем все вот 45 градусов ну вот как 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 машин дальше он не едет груз летит в одну точку стандартно плюс-минус один метр велич в принципе физики можно еще поработать просто вот как есть поэтому делитесь делитесь своим мнением пишите комментарии кто каким образом добивался дальней дистанции сейчас я спокойно могу стоять на дистанции закидывать на дистанции 160 метров но не этим удилищем а с подовым удилищем груз 140 грамм 140 грамм на нафи установлены у меня там и маленький 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 более поп-ап там 10 8 160 метров прям вот в любую практически погоду любой ветер только с подовым удилищем маркерным удилищем 140 ну тире 150 этими удилищами 130 максимально 140 метров рабочий стелс графен рабочий может быть потенциал я не раскрываю но вот как есть спокойно ловлю с подовым удилищем использую его для дальнего заброса маркер на использую для дальнего заброса рабочке рабочке для ближней дистанции вот так если это видео стало полезным ставьте лайки вверх подписывайтесь на канал и всем всего доброго и пока